Бог посылает своих представителей или приходит сам в русском языке вот эти аватары, то что мы называем аватара, инкарнация это не совсем такое, инкарнация есть, да? Есть аватара. Аватара это когда вы, тара, вы знаете что такое тара? По-русски? Емкость какая-то, да. И в шастрах это одно из разновидностей кувшина, тара называют. Ава означает, да, святость. Ава это светоч так называемый. Аватара это светоч, который приходит в какой-то кувшин. И вы может быть замечали, что в ведических произведениях очень часто Праупада прямо так переводит, что нужно стать достойным сосудом. Попадались вам такие вот прямо в книгах Праупады? Достойный сосуд. Что какая-то личность должна стать преемником чего-то. Преемником света этого. Преемником этой мессии. И люди не совсем понимают эти тонкости. И поэтому в русском языке есть такой светоч. Знаете, да? Светоч. Вот мы говорим светочка. Света. Ну, имя такое света. Это значит, этот человек должен быть носителем чего? Света. Почему мы говорим, мы с вами вчера говорили, святой? Что же он несет? Свет. Но свет бывает разный. Абсолютно разный. И поэтому в разных языках мы находим разное представление о свете. Как, допустим, Ра. Это свет радости. Какой? Любовный. Любовный радости. Рада. Это любовная радость. Не какая-то радость похотливая. Это не кама. Это не кама. Это любовь. Это прия. Или према. Вот мы говорим слово према. Знаете, да? Говорим и пишем мы по-разному. И поскольку мы сбиты с толку, нас все время учат писать в основном, то мы каждый раз даже начинаем за своей речью следить. Вот как слово гуру, да? Вот мы, допустим, говорим. Гуру это тяжелый, значит, отягощенный. Ну, как по-русски будет тяжелый? Грузный. Итак, ты говоришь грузный. Вот звуки какие ты слышишь в слове груз? Звуки. Вы не сможете сказать букву Г. Г. Вот смотри. Г, Э. Понимаете? Г и Э. Потому что нужно ее протянуть. Для этого должна быть что? Есть такое понятие. Да. Гласные и согласные. Вы должны туда что-то подставить. Обязательно. Иначе она что? Она не будет звучать. Таким образом согласные и гласные, они дополняют друг друга. Но если вы уберете, вот, допустим, мы пишем, мы вот считаем. Гуру. Попробуй Г скажи без У. Слово гуру без У звука. Ну, не скажете никак. Там будет очень маленькое У все равно. Так идти? Груз. Груз. Если бы вы учились слышать шраваном, вы бы поняли, что на нашем языке так же тяжелый или что-то будет как? Груз. 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 Даже гриб такой есть. Он большой такой. Из всех. И вот он же груз. Не грусть, что он грустит. А груз. То есть грузный, тяжелый такой по сравнению со всеми остальными. И таким образом человек, когда слышит правильно, и людей учили что делать? Не писать, не читать. Что их учили делать? Слушать. Их учили слушать. И через слушание люди постигали эту. То есть они воспринимали. Внимать это значит что делать? А мы говорим. Нет, внимать это значит слушать. И мы говорим. Внимательным. Будь внимательным. Внимать это значит что? Внимательно слушать. Слушать. Мы дополняем. А внимать раньше было? Слушать. Слово внимать это что означает? Внемлет это что означает? Почему мы говорим немлит? Немой почему слово говорит? Не может говорить. Называли немтырь.